Всем привет! Продолжаем нашу рубрику Instagram звезд за неделю. По какому поводу встречались Эмина Галаров и Стивен Сигал? Каким цветом волос на этот раз удивила своих поклонников Настасия Самбурская? Об этом и других лучших моментах в сегодняшнем ролике. Актриса Настасия Самбурская не перестает удивлять поклонников переменами в своем образе. На днях она показала новую дерзкую прическу в ярко-розовом цвете. За последний месяц звезда несколько раз сменила цвет волос. А как вам нравится больше? Пишите в комментариях у нас, а то Настасия у себя их отключила. Ну а мы для нее подобрали еще несколько вариантов новых причесок. Дима Билан напугал своих фанатов новостью о том, что сильно заболел и не может работать. А 15 декабря артист опубликовал в своем инстаграме фото из больничной палаты. Как написал артист, у него бронхит. И он рад тому, что болезнь поймали за хвост и она не переросла в пневмонию. Пик болезни уже пройден. Температуру сбиваем. Стабилизация наступила. Правда, чувствую себя уже все-таки лучше. Желаю вам не болеть и шагаем в Новый год здоровыми и с хорошим настроением. На этой неделе разболелась и Сати Казанова. Она пожаловалась своим подписчикам на неприятные простудные симптомы, свой загруженный график работы, а также поделилась со всеми, что лечится природными лекарствами, так как аптечных она не признает. Фолловеры отметили ужасную худобу Сати и советуют ей лучше питаться, а также обратиться к врачу. Имина Галаров отметил свой 37-й день рождения грандиозным праздником в Крокусе. Поздравить его собрались все сливки не только отечественного шоу-биза, но и западные звезды. Отдельной благодарности за внимание к дружбе и подарку удостоился Стивен Сигал, который прилетел в Москву на несколько дней. Опять взбудоражила своих фанатов новыми снимками глюкоза. Певица побывала на премии Муз-ТВ для детей в новом платье без нижнего белья, что, конечно же, сразу отметили внимательные поклонники, заметив ее торчащие соски. Ольга Бузова на новогодней дискотеке Муз-ТВ исполнила свой хит под звуки поцелуев. Девушка ввела зрителей в состояние ступора не только своим пением, но и провокационным костюмом. Кажется, звезда немного перестаралась с эпатажем, и из Ольги получилась скорее ночная бабочка, нежели роковая соблазнительница. А вам нравится? Алена Водонаева в своем инстаграме задала читателям провокационный вопрос. Стоит брать фамилию мужа после свадьбы? А как вы считаете? Или вас больше волнует вопрос о том, как выглядят сейчас ее груди? Какими они были до операции, мы все прекрасно знаем. Ну и в конце несколько милых семейных снимков. Павел Прилучный и Агата Муцениеце впервые показали младшую дочь Мию. Кстати, ждите наш ролик о звездных мамах, родивших в этом году. Кэти Тапурия с малышкой Оливией и модным макияжем. С Сигалом Кэти тоже успела сфоткаться. А вот Баста с милыми дочками. А Станислав Дужников опубликовал фото, нет, не с дочкой, а с племянницей по сериалу Воронины Машей. Когда начинали снимать сериал, ей было 7 лет, а сейчас уже вот какая красавица выросла. Расскажем о героях этого сериала уже в новом году. Оставайтесь с нами. А вот еще одно фото. Узнали, кто это? Свои варианты оставляйте в комментариях. На этом все. Ставь лайк, если ты есть в инстаграме, а также если тебя там нет. Подписывайся на канал. Удачи!